Это помещение на улице Новороссийской Анапское отделение Всероссийского общества слепых получило более 20 лет назад. С тех пор здесь проводили разве что косметический ремонт. Постепенно здание стало разрушаться. Стоял маленький деревянный домик, печку топили дровами, потом сделали газовое отопление, колоночку поставили. Приходит на работу председатель сюда, и перед тем, как людям прийти в общество слепых, и надо было натопить, чтобы людям не холодно сидеть было и уютно в помещении. Он зажигал горелочку и обогревали это здание. Мы видим, что плитка постелена на полу. Здесь раньше был линолеум, он постоянно задирался, и люди иногда, можно сказать, спотыкались, постоянно прибивали. А между тем в обществе более 300 человек. В год в этом здании проходят десятки культурных и спортивных мероприятий. Сегодня здесь завершен ремонт всех помещений. А это актовый зал, уголок реабилитации, новый санузел, всего 73 квадратных метра. Помещение принадлежит администрации города-курорта Анапа. Средства на ремонт были выделены из муниципального бюджета. Немалую лепту внесли сами члены общества слепых. Они считают его своим вторым домом. Душа этого дома Андрей Ермолов. За 20 лет здание осадку дало, и стены там, да, подумали, решили, что оптимальный вариант будет все это скрыть. Ну, специальная грунтовка выравнивающая есть, заиловающая, и сделать натяжной потолок. Ну, и так как стулья постоянно по периметру били, отбивали, шпаклевку вместе с побелкой, решили сделать и панели. Ватан Габитов тотально слепой. Говорящие весы и тонометр – гордость массажного кабинета. Как и уникальная аудиобиблиотека. Эти книги можно забрать домой и прослушать на специальном плеере. В уголке реабилитации выдача специальных средств для слабовидящих осуществляется по трем программам. Федеральный, краевой и муниципальный. На стенде даже линейка и игральные карты по методике Брайля. А самое главное, теперь у воссовцев есть отремонтированное помещение для проведения досуга. Несмотря на ограничения в здоровье, слабовидящие спешат сюда. Не из-за общего диагноза, а по зову сердца. Тем более, что в этом году анапчане отметят сразу двойной праздник – окончание ремонта и 65 лет Анапскому отделению Всероссийского общества слепых. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.